Друзья, всех приветствую на канале! Сегодня мы займёмся очень интересным делом, поиском виноватых в отсутствии прогресса в занятиях. Ну и ролик назовём, кто виноват и что с этим делать. Итак, поехали! Итак, виновник номер один. Как ни странно, я думаю, никто не ожидает этого пункта, но он таков и больше никаков. Это метроном. Впрочем, при правильном применении метроном прекрасен и выполняет вполне все свои возложенные задачи. Именно считать темп и под него, соответственно, играть. Но мы же как бы все делаем не так. Я на занятиях вижу постоянно одну и ту же ошибку. Вот есть у нас фраза длиной там в такт, условно говоря. Человек фразу сыграл хорошо, если он попал в сильную долю. Ну, бывают метрономы, которые сильную долю выделяют, бывают, которые нет. Но, допустим, метроном сильную долю выделяет. Но это дело зачастую игнорируется и занимающийся играть там на вторую, на третью, да неважно, на какую, главное, что не на первую. Это, собственно, пункт номер один. Он не выделяет сильную долю, у неё не формируется вот эта привычка попадать правильно в этот акцент. Это раз. Второе. Это вообще моя как бы больная тема, честно говоря, прям очень раздражает, потому что, когда привыкаешь к форме, да, вот такт, 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 да, отработал, отдохнул, отработал, отдохнул. А начинается вот такая вакханалия, то есть фразу сыграл четыре четверти, целый такт. И вместо положенного такта, да, чтобы просто посчитать, собраться, сыграть упражнение заново. Играется пауза в две четверти, три четверти, одну, вот просто рандом, хаотично, пять может быть. Притом это не то, чтобы даже стабильно, да, то есть хрен с ним, если играешь паузу в две четверти каждый раз. Так нет же! То две, то три, то четыре. И почему именно я обвиняю в этом метроном, барабаны базовые, такие вот несложные барабаны с бочка малой там на 1, 2, 3, 4 раскиданные, они как бы волей-неволей, в принципе, человека немножко лучше дисциплинируют, в плане, что вот сильная доля, там еще крэш куда-то там ударил сильную, да, ну вроде как акцент, вроде как надо попадать. А метроном, да, пофиг вообще, играю как попало. И, соответственно, что с тем делать? Ну надо как-то чередовать, да, игру под барабан и игру под метроном, либо прям внимательно за этим всем следить, потому что иначе, в общем-то, неожиданно достаточно получается, когда вроде как нормально что-то отработал. Ну как нормально? Вот так вот, как я рассказал, с такими-то паузами непонятными, потом начинаешь играть под барабан или под оригинальный минус, и не получается ничего от слова совсем, потому что на самом деле нет понимания, где, какие акценты, собственно, должны быть расставлены, откуда начинать, где заканчивать, ну и так далее. Виновник номер два. Отчасти где-то это видео тоже упоминалось, но лишний раз повторим, кому-то ещё да поможет. Так вот, виновник номер два, это перегруз, а точнее излишний перегруз. Как может он получиться? Тут способов, в принципе, много. Часто заводские пресеты в процессорах накручены, так что там моё почтение, уровень гейна выкручен там на максимум. Либо, допустим, если играете через звуковую карту, вход можно накрутить очень сильный. И, соответственно, даже если в пресете гейна немного, получится выхлоп очень сильный, и будет тоже всё перегружено. Дальше датчики могут быть какие-нибудь активные, типа блэкаутов, Seymour Duncan, которые тоже перегружают очень сильно. И чем это плохо, собственно? Да, сам по себе перегруз, он хорош, прекрасен и всё такое. Но когда он излишний, там уже, во-первых, динамика нот пропадает, то есть не слышно, с какой силой бьёшь, не слышно атаку, потому что всё становится сжёвано, да? То есть там помимо вот щелчка атаки появляется такой в общем-то раздувающийся после атаки вот этот хвост из гейна, да? Теряется совершенно динамика в левой руке, то есть какие-то перекосы по силе атаки в пальцах тоже они все пропадают. Отчасти, да, может быть, это кому-то покажется хорошо, но такой излишний гейн, он в миксе-то плохо звучит, он просто всё таким слоем каши, да, закрывает. И, соответственно, убрав гейн, также узнаешь, что тебе много интересного в плане динамики, в плане частоты, в плане косяков там по части, не знаю, глубины атаки в правой руке, там очень много всего всплывает, поэтому с этим вопросом нужно тоже аккуратно. Если пользоваться какими-то заводскими пресетами, да, то надо всё-таки это дело адаптировать под себя, потому что вот такая тоже история. Есть всякие эти облачные технологии, да, когда там процессор, и можно зайти в облако, накачать там каких-то кастомных пресетов, которые вроде как артист сам сделал, ну или какой-нибудь там Василий некоторый, да, там пресеты написал, сохранил. А откуда мы знаем, на какой гитаре и с какой вообще квалификации был тот самый Василий, да, ну или, собственно, артист, на чём он играл. Вот. А в данном контексте с твоей гитарой это всё сочетаться уже не будет, и в лучшем случае это перероливать надо, в худшем просто этим пресетом уже не стоит пользоваться. Злодей номер три, следующий. Это эффекты по аналогии с перегрузом, но это тоже надо обязательно вынести в отдельный пункт, потому что часто это всё дело игнорируется. Так вот, эффекты. Если вот вспомнить всякие легендарные старые процессоры, в новых, кстати, с этим стало чуть получше, но всё же. Так вот, легендарный Zoom 505 всякие, Digitec, Boss там и прочее-прочее. Там вот был один алгоритм написания этих пресетов. Я не знаю, в силу того, что там достаточно убогие перегрузы были или ещё почему, или какие-то не очень свежие грибы завозились в отдел написания пресетов, что там происходило, непонятно. Ну в общем, там модель была какая? Дофига гейна, дофига эффектов. Ну вот в разных конфигурациях. Либо, может, мало гейна, но много эффектов. Ну короче, там какой пресет не ткни, что-то перекручено просто до упора вправо, компрессор какой-нибудь может быть накручен, который там после того, как ноту возьмёшь, особенно на чистом прикольно, там ещё длинный хвост такой раздувается. Ревер с миксом накрученный в 50 процентов. В общем, это всё не способствует качественному восприятию собственной игры, качественным занятиям. Для именно занятий, да, лучше максимально такие прозрачные пресеты, настройки усилителя подбирать. Ну даже если педалями пользуетесь, допустим, да? Тут не только про пресеты речь. Не накручивать, например, хорусы, реверы, дилеи больше, там, 10 примерно процентов от общего микса, потому что там уже будет слышно не игру, а все вот эти вот хвосты и волшебные обработки. И, соответственно, собственный скилл в реальности оценить не получится нормально. И опять же, очутившись в ситуации, когда эффектов нет, есть голый усилитель, дай бог там с ревером каким-нибудь незначительным, будет, в общем-то, также ожидать интересный сюрприз в виде того, что всё будет получаться очень грязно, ничего не утопает в дилей, и слышно вся вот несостоятельность, некачественность игры, разница там атаки и проще все эти косяки и моменты. Следующие пункты уже прямого отношения к гитаре, там, процессорам и прочим не имеют, но тем не менее, очень важны. И если на это дело обратить внимание, то возможно, да даже невозможно, сто процентов дела пойдут в гору. Итак, пункт 4. Это интернет. О чём речь? Это использование приборов, всяких гаджетов и прочих там инстаграмов, телеграмов и всего, что может отвлекать. Потому что по себе прекрасно знаю, когда сидишь с включенным компом, есть куча раздражителей в виде там окон всяких там телег, ватсапов, вконтактик, какие-то уведомления пришли, новый ролик на ютюбе, на канале. Давай запишем, вышел там или что-то ещё. И надо срочно бежать это всё дело смотреть. Так вот, самое продуктивное, самое эффективное занятие у меня случались, когда дома отключался интернет по каким-то причинам, либо я делал волевое усилие, просто ставил телефон на беззвук, скрывал все окна и просто тупо сидел, занимался упражнениями. То есть это, казалось бы, какая-то мелочь, но продуктивность теряется просто чудовищно, когда вот есть все вот эти отвлекающие факторы. И ещё один злейший враг для занятий. Казалось бы, мелочь, но бесит неимоверно, мешает очень сильно. Короче, о чём речь? Это плохая организация рабочего места, так это назовём таким душным языком. А по сути, о чём речь? Это всякие неправильные, корявые кресла с подлокотниками, да, когда сидишь там просто как-то боком, вот так вот, как краб какой-то, да, и у тебя провод втыкается там куда-нибудь в сиденье, вот так вот рука куда-нибудь под шею поджата, вся зажата. То есть опять же, какой-нибудь провод от наушников болтается постоянно, надо дергать там и так далее. То есть все эти моменты надо фиксить обязательно у нас на канале по поводу именно стульев и посадки там и прочих моментов были, можно посмотреть. Это прям супер важно. Ну и поубирать там все эти лишние торчащие провода. Я вообще тут, к слову, не был никогда адептом радиосистем. Я все концерты за вот прошлые годы всегда играл на проводах, я помню, ни одного не играл с радиосистемой. А тут мне дали, в общем-то, дома попользоваться радийкой, и мне прям понравилось, потому что внезапно исчез один бесячий провод, и можно там с гитарой спокойно перемещаться в пространстве. Более того, если взять вот и заниматься с каким-нибудь моделирующим комбиком, у меня есть позитив грид спарк, как там, Spark Go, да, называется, вот он такого размера, как-то кружка чуть больше. В него радиосистему, в гитару радиосистему, и всё, в принципе, ты от места отвязан, и можешь пойти там спокойно на кухню позаниматься, на балкон там, не знаю, на даче куда-нибудь там пойти, да, и просто выйти на веранду, и не надо с собой ничего таскать. Так что нужно стараться любыми возможными способами оптимизировать рабочее пространство, убирать лишние там провода, искать удобные стулья, сиденья, и всё в таком духе. И, соответственно, можно гораздо дольше, продуктивнее, качественнее заниматься, ну и, соответственно, расти как музыкант. Обязательно напишите в комментариях, что вам мешает, что вас раздражает при занятиях, какие враги у гитариста, ну чтобы соответствовать названию ролика, так сказать. Ну и лайки, подписки, колокольчики, до встречи в новых видео, всем пока! Но главный враг деталиста для записи, знаешь, кто? Ну, знаешь? Кто? Ну, есть версия? Нет. Басист. Почему? Потому что он во всём виноват. О, потому что он бухает в это время. Всегда. Что за такое? Продолжение следует...